Доброе утро, дорогие друзья! С вами сегодня Шинкао Джульетта, хореограф фитнес-клуба Идеал. Сегодня мы с вами разберем еще один черкесский танец под названием Хепариса. С черкесского языка переводить, если то получается, это танец ног. В основном акцент у нас идет на ножке, безусловно, руки обязательно важны. Так, приступим. Самое основное и простое движение, ну для меня простое, вам может быть оно окажется сложным, но всему можно научиться. Движение ног. Что мы делаем? Мы, получается, поднимаем левую ножку, правой ногой мы чуть-чуть толкаем ножку вперед, то есть делаем раз. Раз. Затем мы опускаем левую ножку, поднимаем правую и делаем то же самое левой ногой. Раз. Два. Три. Четыре. Два. Три. Четыре. Два. Три. Четыре. Мы, получается, так, что мы должны проскользить ногой, то есть она не должна подниматься настолько высоко, она должна скользить именно по поверхности, на которой мы стоим. То есть, получается, у нас нога соскальзывает и поднимается. Соскользнула, поднялась. Раз. Два. Три. Четыре. Естественно, мы не забываем про толчок, то есть мы делаем раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Итак, это основной ход, он задействован во всем танце, то есть вы можете его вставлять в любые удобные вам моменты. И что мы делаем именно руками? Руки у нас, естественно, двигаются медленнее и пластичнее, то есть руки у нас двигаются хаотично нашим движением. Сначала правая рука, правая нога, потом левая нога и левая рука. То есть, получается, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Также мы делаем руками, то есть мы их сводим вместе. Ножки у нас остаются прежними, мы их сводим вместе. Получается, мы делаем раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Прошу обратить ваше внимание на то, что у нас кисть сломленная, смотрит вниз, то есть мы ее не поднимаем наверх на уровне пояса. Они у нас внизу находятся, пальчики в напряжении вместе собраны. И мы делаем их медленно, подносим друг к дружку именно большими пальцами к друг другу. Раз. И разводим в стороны. Локти, пожалуйста, не заостряйте. То есть должна быть дугообразная рука. Еще раз показываю вместе с ногами. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще момент. Когда мы делаем движение ногами, мы не должны прыгать. То есть там не должно быть резкого вот этого перехода. Вы не должны себя поднимать. Слегка, чуть-чуть вы должны контролировать свое тело полностью, чтобы вы не шевелились и не прыгали. Именно движение рук. То есть там именно комбинация ножек у нас остается одинаковая. Ручки у нас могут двигаться хаотично в разные направления. То есть я вам показала поочередно. Затем вместе. Следующее, что мы можем делать. Поднимать наши ручки в одну сторону. То есть мы поднимаем обе руки в правую сторону, ладонями вверх. Затем мы их выворачиваем и опускаем вниз. То же самое делаем в левую сторону. Поднимаем ладонями вверх. Пальчики у нас собраны вместе. Затем их выворачиваем и опускаем вместе. Показываю с ножками. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Сейчас вы это все увидите в танце. Я надеюсь, вам очень понравится. И вы обязательно будете танцевать этот танец на всех мероприятиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» На этом все, дорогие друзья. Желаю вам всего хорошего и продуктивного. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»